привет я ваня сегодня я буду рисовать динозавра и рисую его со мной будет просто и ярко буду я рисовать ихтиозавра акварелью медовой фирмы гамма называется мультики 24 цвета которые друг о другах далеко находятся это значит ты когда будешь красить они будут смешиваться и вот так вот складываются что здорово кладем здесь вот моя акварель начинаем рисовать для работы нам понадобится белый лист бумаги кисточка вода и конечно же медовая акварель бери любой цвет и рисуем ихтиозавра как я уже сказал ихтиозавр такой классный динозавр который жил под водой сразу рисуем воду давай возьмем вот так вот синенький цвет или голубой и нарисуем воду вот так я рисую воду прям сверху нарисуем воду просто так чтобы понятно что мы рисуем ихтиозавра под водой теперь возьмем какой-то бирюзовый цвет или синий зеленый или синий любой возьми цвет который тебе нравится и рисуем динозавра динозавр идет вот отсюда сюда смотри он вот так вот у меня будет у него длинный хвост но зато толстое туловище такое довольно толстое да вот так вот идет наверх потом длинная морда сюда мы ее рисуем и огромная пасть у него огромная пасть но это пасть улыбается сегодня для нас улыбается для нас звучит страшно да конечно же у него хвост хвост тоже рисуем вот так вот хвост похож на хвост акулы вообще теозавр конечно жил под водой и он похож очень на дельфина или на акулу вот мы его сейчас с тобой нарисуем это его спина сразу рисуем два плавника у него по два плавника как место рук и ног вместо двух конечностей как у рыбы к примеру у него два плавника мы нарисовали один плавник а теперь нарисовали второй плавник а теперь рисуем ему пузико и вот сюда ведем вот такой ихтиозавр закрасим его теперь ровным слоем таким цвет такого цвета но только светлого побольше воды возьми и размашь как получится так вот это мы сделали еще не полностью мы нарисовали все плавники нашему ихтиозавру нужно еще нарисовать большой большой спинной плавник чтобы управлял куда плыть и не не сворачивал с пути вот такого такого же цвета спинной плавник отличный ихтиозавр надо сказать у нас получился возьмем синий цвет и добавим самый верх самый верх нашего динозавра ихтиозавра который поплыл под водой уже синего плотного синего и он будет сверху тёмно-синий а снизу такой светло 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 еще нужно ему глаза нарисовать глаза у него большие были он наверное он плохо видел под водой и чтобы хорошо видеть он себе заполучил такие глаза вырастил я так думаю динозавр динозавру рознь и с другой стороны плавники мы их тоже нарисуем вот такой у нас динозавр везде мы добавили синего сверху чтобы он был поплотнее поинтереснее динозавр теперь мы нарисуем вокруг голубого побольше воды так вот рисуем вот мы все-таки хотим подводный динозавр нарисовать чтобы он был под водой и воду мы нарисуем больше воды больше яркой краски прям я макаю синюю яркую краску она хорошо размывается водой и мне очень нравится как ложится моя акварель она так немножко смешивать получается настоящий морской дьявол немножко черного совсем немножко и мазнем его сюда чтобы сделать еще плотнее нашего динозавра сейчас мы будем с тобой рисовать ему еще нарисуем ему глаза но уже тоненькой кисточкой обязательно тоненькой кисточкой чтобы у нас они получились тоненькие и красивые немножко здесь еще воды и вот уже динозавр я думаю готов прям здорово получилось такой он подводный динозавр смываем кисточку кладем она нам больше не понадобится теперь берем тоненькую кисточку и берем черный цвет черным цветом доработаем нашего динозавра нарисуем ему обведем глаз обведем глаз сделаем его чтобы хорошо был виден вот такой глаз и конечно же нарисуем ему зубы у него есть даже дырочки для того чтобы дышать вот так вот у него глаз у него такой черный и довольно страшный но так как мы с тобой известные ученые мы не боимся динозавров знаем что они жили давно давно а сейчас мы просто их рисуем изучая рисуем рисуем тоненькие тоненькие зубки и большие страшные челюсти вот такой бывает динозавр ихтиозавр а рисунок классный возьмем немножко синего или голубого и нарисуем маленькие пузырьки тогда это будет более понятно что твой динозавр находится под водой маленькие пузыречки тоненькие маленькие пузыречки вот так такой вот динозавр картина получилась здоровская захватывающего он динозавр движется под водой вот какое-то дно даже он нырнул и хочет поймать какую-то добычу какая добыча мы не знаем и потому просто можем только придумывать что же он кушал нам ел может быть другие динозавров может он ел какую-то рыбу большую ловил в общем я думаю жизнь была тяжелая и приходилось ему постоянно кушать и кушать и кушать и ловить и новую рыбу ловить как делают это дельфины и другие акулы к примеру тоже вот такой у нас динозавр напоминаю что это ихтиозавр он раньше ползал по земле или лазил или ходил а после этого он стал плавать опустился под воду и стал привыкать больше к воде вместо ног и нижних конечностей он отрастил себе здоровские плавники и плавал не хуже дельфина вот так вот мы его нарисовали другие динозавры будем тоже рисовать с тобой приходи и динозавры будут продолжаться каждую неделю будет какой-то новый урок когда я рисую какого-то настоящего динозавра я ищу их книжки читаю про них и тут же рисуем мне это нравится это просто ярко и можно поэкспериментировать разными акварельками вот сейчас я рисую такой вот яркой красивая акварелька и даже я хочу и гуашью нарисовать и даже слепить наши динозавры все спасибо тебе большой любитель динозавров что ты нарисовал со мной классного и динозавра до новых встреч хороших рисунков и хорошего настроения пока пока